Двор Сиди двора организовали свалку, а водопроводная труба по всей длине двора даст о себе знать в ближайшее время. Приведите в порядок, пожалуйста, детскую площадку и двор. Во дворе не работает фонарь, постоянно летает мусор, а качели лет 10, как пришли в негодность. У нас на два дома маленькая детская площадка должна быть. На сегодняшний день во дворе не убирается мусор. Детская площадка заросла кустами и деревьями. Та детская площадка, на которой еще играла я в детстве, не красилась, наверное, с моего детства. Во дворе хаос, мусор, какие-то разобранные части мебели, собираются бомжи, валяются бутылки. Это просто крик души, никто не реагирует на то, что в Южной Пальмире практически в центре, во дворе, мусорник. Я надеюсь, вы увидите в фотографиях, что это позор, а не детская площадка. Просьба создать нормальную детскую площадку, детям негде играть и гулять. Уникальным явлением можно назвать и одесские свалки строительного мусора. От подобных гор камня и кирпича в других украинских городах они отличаются происхождением. Жилые дома, которые рушатся на глазах собственных жильцов – это одесская фишка. Здравствуйте. 12 октября произошел обвал фронтона. Мусор от падения собрали в мешки и все. Двор превратили в свалку. Я неоднократно обращался в ЖКС, но они никаких действий не предпринимают. Прошу наказать соответствующие органы за невыполнение своих обязанностей и убрать мусор. Разрушается часть дома, балкон над подъездом, могут пострадать люди. Несмотря на неоднократные обращения, как в устном, так и в письменном виде, мер по устранению аварийной ситуации принято не было. Жители двора безотлагательно просят принять соответствующие меры. Чтобы привлечь внимание к своим проблемам, одесситы размещают свои просьбы на сайте Единого центра обращения граждан по 10-20 раз. Люди надеются, что хотя бы так заставят чиновников работать. Хочу получить ответ на вопрос, интересующий всех жильцов дома. Во дворе разрыли яму еще в сентябре и до сих пор никакого продвижения. Пройти или обойти затруднительно. Яма служит мусоркой и в первую очередь это опасно. Там играют дети, прыгают внутрь, трогают трубы. Никого из рабочих данная проблема не интересует. Придут, посмотрят и уходят. Зарыть ее не так уж и сложно. Или вы ждете мороза, чтобы были отговорки на плохую погоду. Надо признать, некоторые обращения все же не остаются без внимания. Правда, ответы намекают авторам. Проблемы ваших дворов – это только ваши проблемы. Добрый день. 13 декабря был получен ответ на обращение по поводу восстановления асфальтового покрытия в результате проведения земляных работ во дворе дома по улице Базарной, 28. В ответе указано, что по состоянию на 1 декабря асфальтовое покрытие восстановлено. Замечания устранены, что являются откровенной ложью. По состоянию на 20 декабря ничего не выполнено. Фото прилагаются. Прошу принять меры и дать ответ на вопрос. Кто дает неправдивые данные при подготовке ответа на обращение и зачем тогда нужен центр обращений?